Эхей! Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня будет обзор на скетчбук. Я хотела показать вам вот этот маленький мой скетчбук. Я его выбрала не случайно, просто он маленький, а это значит то, что я его носила с собой часто. И мои идеи какие-то, которые мне в голову приходили, мысли, я сразу же заносила в него. То есть он мне был таким самым, самым лучшим помощником. В общем, в целом, я думаю, что это реально мой самый лучший помощник из всех скетчбуков. Ведь скетчбук это по сути своей помощник художника и, мне кажется, самый концентрат его мыслей, идей и набросков всяких разных, это понятно. То есть там у меня и скетчи на время есть и всякие эксперименты тоже. А также прикольно, мне кажется, будет посмотреть насколько меняется вот этот прогресс от начала скетчбука до конца. Ведь этот скетчбук велся долго. В общем, давайте посмотрим. Короче, мне хотелось, чтобы именно мой скетчбук своим внешним видом был такой, который будет меня вдохновлять. Ну, то есть, чтобы он мне не надоел, грубо говоря, потому что скетчбуки у меня ведутся долго. Я веду несколько, и поэтому получается, что пока я один закончу, уже половина других пройдет, и несколько лет они могут вестись. И ничего в этом такого не вижу. Если я захочу прибавить темп введения скетчбуков, то я его прибавлю. Если нет, то нет. Итак, поехали. На первом развороте тут встречаются, в общем, тоже наклеечки. Это картины известных художников. Дальше, короче, прикол. Это я, кстати, забыла. В общем, есть такая штука, что художники боятся рисовать вот с чистого листа, то есть такая боязнь чистого листа, особенно в скетчбуке. Самая первая страница, она считается вот такой вот проклятой, потому что очень страшно, и, скорее всего, ты налажаешь, и, скорее всего, ничего не получится. Поэтому я решила сделать просто так, вот такой лайфхак. Вот такой лайфхак. Ловите, короче, берешь и пропускаешь страницу. Более того, я пропустила две страницы, но можно так не делать. Ну, ничего нет. Ладно, у страха глаза велики, поэтому две страницы пропущены. Тут я рисовала по моему мастер-классу. Кстати, 22-й год написано, то есть я начала его вести примерно в 22-м году. А сейчас уже 24-й. Ну, вот я говорю, долго веду, получается. И, ну, в принципе, тут ничего особо такого нет, только спойлеры из моего мастер-класса. Уж извините, до свидания. А здесь, ой, а что это? А здесь вырванная страничка. Что-то мне не понравилось. Ну, это я, кстати, рисовала с натуры, поэтому тут такой рисунок. Не усидит человек, убегает, поэтому быстро. Но самое главное, что я рисовать уже начала, скетчбук уже начин. Начат. Скетчбук уже начат. Вот. А тут, короче, склеенный лист. И что вы думаете, что там такое? На самом деле там ничего прям такого нет, но давайте я вам покажу. Специально для вас я его отклею, хотя вообще-то не планировала. Это пейзаж. Это, кстати, сангина. И я заклеила этот разворот, чисто чтобы он ничего мне тут не испачкал, потому что я ее не закрепляла. Вот это, короче, вот эта баня и есть. Здесь какая-то телега, это дома. В общем, если что-то понятно, то понятно. Если непонятно, то извините. Но как есть. Зато, когда ты смотришь на такие вот пейзажики простенькие, ты сразу вспоминаешь, что это нарисовано с натуры вообще-то. И, ну, не знаю, сразу воспоминания какие-то приходят. Приятные ощущения. Так. Следующий разворот. Это я начинала, кстати, рисовать какую-то картину хотела нарисовать. Вот здесь, если приблизить, я сейчас приближу, тут видно парочку. И на нее, на эту парочку просто волна какая-то находит. Это все, в общем, символистично достаточно, но так, к сожалению, руки и не дошли. Хотя сейчас я смотрю, и мне прям прикалывает. Прикольно. Вы видите, какой он небрежный? Ну, типа, вообще, я просто его делала, взяла, сделала по-быстрому, чтобы потом это перенести на большую работу. То есть, я имею в виду, что скетчбук, он первоначально нужен именно для таких скетчей. Именно для какой-то подготовки к большой работе. Потому что есть люди, которые ведут скетчбук, но вот, типа, прям, офигенные только работы там делают. Прям, вот, нельзя ошибиться. Просто инстаграмные скетчбуки. Я эту фигню не понимаю абсолютно. Потому что, блин, ну, в творчестве должна быть свобода. А это ты постоянно себе какие-то рамки ставишь. Поехали дальше, короче. Все, поехали дальше. Следующий, это, ну, вот как раз вот этот разворот, который симпатичный, такой красивый. Это чисто случайно. Вот, типа, чисто случайно. Я вот сейчас смотрю на него, и я реально понимаю, что он прикольный. А это тоже, кстати, подготовка к будущей работе, которая, блин, до сих пор не сделана. Но, вообще-то, сейчас я вот смотрю, и мне хочется ее сделать. И я думаю, что скоро этот момент наконец-то настанет. Вот, короче, как полезно делать иногда все-таки обзоры, да? Вот. Это мое любимое упражнение. Упражнение рисования на время. У меня там... Короче, это упражнение рисования на время. То есть, я тут всех рисовала по пять минут. Очень классное упражнение. Если вы его не делаете, то делайте. Потому что, блин, это круто. И, на всякий случай, мало ли, вдруг вы тут первый раз. Я оставлю ссылочку. Вот где-то тут она будет. То есть, на ролик, где я объясняю, что за упражнение, вообще, что почем и зачем. Так. Опять этот же скетч. Я все еще думаю, да? То есть, я все еще думаю, как мне ее разыграть получше. И вот для этого мне и нужен скетчбук, получается. Чтобы разрабатывать свои идеи и идти вперед. Вот тут даже я себе плат какой-то набросала. Так. Это я делала просто... Копировала. Копировала чьи-то рисунки. Может быть, Лоиш, кстати. Художницу. Знаете такую? Она в диджитале рисует. Вот. Мне кажется, это ее, наверное. Потому что... Блин, я не помню. Но, возможно. Может кто-нибудь узнает эти скетчи. Так. Это две девушки. У кого-то я увидела вот эти вот кружочки, что ими обводят самые выпирающие части на лице. Мне понравилось. Захотела попробовать. Но не прижилось. Не прижилось. Это гуашь, кстати. Вот кто-то говорит, что эти скетчбуки подходят только для карандашей. И я хочу сказать, что нифига. Я в них вообще-то и акварелью тоже рисовала. Так. Что у нас дальше? Овцы. Это тоже подготовка к дальнейшей работе акрилом. Я даже вам сейчас покажу, что это вообще было. Потому что... Потому что... Даже вот так лучше. Во! Это акриловый магнитик. Ну... На холодильник. Он у меня на холодильнике висит. Короче... Погодите. Это... Кверт ногами. Вот так вот. Вот так вот должно быть. Да. Разворот тоже со скетчами на время. Рисовала по 4 минуты и по 5 минут. Иногда я забываю писать. Но в основном я стараюсь рядом со скетчами на время все-таки писать. Потому что... Ну, потом... Непонятно. Ты смотришь, листаешь и понимаешь, где... Сколько ты смог, как у тебя получается, какой у тебя прогресс. Во! Это, короче, если вы узнали, то это один из нашумевших сериалов. Тоже скетч на время. Классный разворот. Мне очень нравится. Особенно вот этот дедушка. Вы просто посмотрите на него. Он так классно вышел. Не понимаю, почему люди не любят рисовать в возрасте каких-то вот дедушек, бабушек. Ведь, блин, у них на лице видно жизнь. Вот то, что они прожили, видно. И их намного проще рисовать. Потому что со временем у нас все-таки как-то... Не знаю, лицо сжимается, что ли, да? Там морщины появляются и все такое, да? В общем, старик вообще огненный. Вот честно. И вот этим разворотом я горжусь. Из-за него. Все остальные мне не интересны. А вот... Прям офигенный. Я даже, наверное, ролик сниму, чтобы там были одни старики. Во! Кайф! Он вообще не залетит. Но, черт побери, какие они классные, эти старики. Ну и, в принципе, даже если не залетит, для души можно нарисовать. Опять она. Опять эта чертовка. А? Красота какая. Как она хороша. А почему я ее рисовала? На самом деле, я даже не планировала ее рисовать. Но все же как хайповали. Надо же было тоже хайпануть. И, кстати, я хайпанула. То есть, это очень рабочая схема. Да. Опять подготовка к следующим работам. То есть, вот у меня был такого типа холст такой формы. Он у меня до сих пор, кстати, лежит. Я там уже что-то начала, но мне не понравилось. И я, короче, бросила. Но я помню, я кайфанула с этим скетчем. Иногда даже бывает то, что вот ты рисуешь скетч подготовительный. И ты с него кайфуешь больше, чем с самой работой. И что с этим делать, я не знаю. Но, может быть, ничего и не надо с этим делать. Просто как-то так получается. Кто эйфорию смотрел? И это работа, как сказать. И этот разворот я рисовала как раз в рубрике «Рисуй со мной». Так что тоже оставлю вот видео. Где-то тут будет. Можете перейти и порисовать, если вы со мной не рисовали. А, может быть, еще разок порисовать. Это тоже, кстати, очень полезно. Ну, если вам нравятся вот такие видео, когда кто-то рисует, и ты повторяешь просто. Даже если не понимаешь, что происходит, все равно это очень полезно, я считаю. Я так делаю. По крайней мере. Кевин из «Один дома». Короче, офигенный. Вот этот вот мне очень понравился скетч. Классно получился. Прям по тону я так его хорошо разобрала. Да. Прям вот кайф. Просто кайф. Я на него сколько раз не смотрю. Мне все нравится. Тоже видео есть. Оставлю. Если хотите, порисуйте со мной. И работы свои тоже присылайте. Очень люблю смотреть, что вы там рисуете. И как раз таким образом я понимаю, достаточно ли я хорошо передала. Тоже из этого я потом сделала магнитик. Классный был реф. Это все по референсам на самом деле сделано. Во. Вот этот скетч, это что-то невероятное. Вы просто посмотрите. Минимум всего. Вот буквально минимум. Все по тону только разложено. Какие-то пятна. Но из пятен появляется объемная картинка. Давайте я его так приближу. Просто посмотрите. О, да. Я не знаю. Я ничего не могу сказать. Больше ничего. Ну, это мадам-мадам. Ну, да. Ну, тут ничего интересного на самом деле. Вот эта тоже, кстати, неплохая бабца. Прям неплохо вышла. 14 минут времени ушло на эту иллюстрацию. Ну, в принципе, да. Я согласна. 14 минут. Тут видно, что проделана большая работа. Это просто русалка, обнимающаяся с дельфинами или с китами. На китов больше похоже. Короче, без комментариев. Погнали дальше. Тоже видео есть. Здесь, я помню, у меня началась эра экспериментов. Эксперименты, да. Меня захватила эта тема и до сих пор не отпускает. И я очень этому рада на самом деле. То есть, я начала максимально переделывать что-то и придумывать свои варианты. Вот, например, вот эта девушка. Это тоже я рисовала с референса, но потом я ее перерисовала вот в таком варианте. Вот в таком. Вот она, вот так вот. Кстати, можно заметить, что готовая работа отличается от скетча, от вариантов скетча. И я считаю, что это вполне нормально. То есть, скетчи нам нужны для того, чтобы подготовиться перед основной работой, да, посмотреть, как это будет выглядеть и решить, нравится нам так или нет. Вот я решила поменять, но я не тратила много времени сразу, так сказать, рисуя без скетча, да. То есть, я все-таки посмотрела, как это будет выглядеть. И потом все-таки подумала решить немного по-другому. И мне понравился результат не хуже, чем вот этот скетч, даже, пожалуй, получше. Он какой-то более, не знаю, какой-то более позитивный, что ли, получился. А вот здесь видно, что я, да, продолжаю пробовать какие-то свои новые идеи. Что предыдущая девушка была, какая необычная. Здесь так вообще какой-то психодел происходит. Но мне кажется, у каждого художника наступает такой период, когда он ищет себя, ищет какие-то темы, ищет то, что его трогает. И пытается это передать в мир. Именно пытается. То есть, вот этот момент, мне кажется, в скетчбуке у меня запечатлен, что я именно пытаюсь что-то из себя вынуть. Потому что до этого я в основном рисовала именно по референсам, по уже готовым каким-то фотографиям. Ничего особо не добавляет себя. А здесь я прямо попыталась уже как-то развивать свою фантазию. Ведь если ты не начнешь это делать, да, будешь бояться. Вот здесь вот, смотрите, вообще психодел какой-то. Это, кстати, пастель. Попробовала ее тогда первый раз. В общем, если бояться и не пробовать свои идеи, даже если они кажутся какими-то странными, да, необычными, которые могут люди не понять, то просто дальше ты не двинешься. В любом случае всегда есть вариант ошибиться, но потом найти свою дорогу, да. Вот здесь, например, вообще что-то невероятное просто. Здесь, кстати, и акрил, и карандаш, и пастель. Все вместе я соединила. В общем, такие эксперименты идут полностью. Откровенные эксперименты. Но без этого вот никуда. То есть именно, мне кажется, вот через эксперименты рождается и стиль, и какое-то направление, куда хочет художник двигаться. А потом задача художника лишь найти соприкосновение с аудиторией. То есть вот без аудитории художнику тяжело жить. Ну, то есть чтобы как-то питаться, чтобы была мотивация продолжать, картины свои показывать надо, я считаю. Мне так кажется, так много проще. И вот сколько я уже шесть лет рисую, и до сих пор ко мне приходят какие-то идеи. Уже, наверное, семь лет даже. Вот. И они все как-то интереснее становятся, более ближе мне. Потому что вот эти скетчи все-таки не так ко мне близки. Возможно, здесь перекликаются какие-то темы, которые мне близки. Что вот за маской, да, вот человек прячется. Что та акварельная работа тоже девушка пряталась. Может быть, я вот как-то вот скрываюсь от мира. И пора уже вылезти из этой маски. Здесь, кстати, я тоже начала рисовать работу. Свою большую хотела нарисовать. Скетч сделала, но пока не подошла к ней. Ну, я надеюсь, что она реализуется в будущем. А этот скетч появился в тот момент, когда мне стало очень скучно на тусе. Короче, на тусе мы сидели. И я хочу домой. Я чувствую, что, блин, хочу. Взяла скетчбук, порисовала. Вот что вышло. Да. Так, вот еще порисульки, зарисульки. Тоже хотела, чтобы это были какие-то работы. Но идея провалилась в зачатке. Это я рисовала в наш легендарный клуб. Тогда у нас как раз он и начался. То есть это первая иллюстрация для легендарного клуба. Вы прикиньте. А легендарный клуб – это, короче, просто быстрая справочка. Это место, где мы там все рисуем. Это чат в Телеграме вообще. Вот. Если вам интересно порисовать в компании, пожалуйста. Ссылка под видео. Прошу. Заходите. Развлекайтесь. А это вообще какая-то кракозябра. Я не знаю, что это такое. Кто это? Это лишний какой-то? Класс. А вот это, кстати, разворот со мной. Здесь мой автопортрет как минимум один. Это я вот за мольбертом сижу. Ну, он такой маленький, но все равно. Все равно автопортрет. А остальные скетчи – это заготовки к будущим. Тоже работам. Я хочу сделать как минимум одну точно в большом формате. Поэтому на нее нужно время. И это, кстати, тоже я там скукоживаюсь. Вот. Но так как они у меня уже есть в скетчбуке, я их не забуду. Потому что самое обидное – это когда у тебя есть идея, а потом ты ее забываешь, потому что даже себе ее никак, никуда не заносишь. А здесь она уже есть. И это классно. О! О! Кстати, да. Я люблю оставлять себе в скетчбуках всякие пасхалочки. Ну, типа вот такой штучки. Это листочек. Вернее, даже целый цветочек. Гербарик, короче. Я его засушила в какой-то момент. Я, кстати, не помню даже в какой. Но я помню, что он был очень счастливый. И я решила таким образом его запечатлеть. И когда-нибудь, когда я буду листать скетчбук, я вот открыла страничку, а там гербарий лежит. В общем, какие-то все равно ощущения приятные остаются. А это, кстати, мой сон. Да. Вот такой вот у меня сон был. Страшный. Невозможно. Мне часто снятся очень реалистичные сны. Бывают жуткие. И вот здесь я тоже рисовала один фрагмент из сна. Горящая машина – это было по референсу из нашего легендарного клуба. А вот машина в воздухе – это из моего сна. И на переднем плане, кстати, тоже стою я с рожками. У меня часто встречается атрибут рожек. В последнее время я это начала замечать. И здесь тоже он, кстати, есть. Вот. А насчет снов – это реально такой лайфхак. Если вам тоже снятся сны, то тоже зарисовывайте их. Потому что там вообще кладезь разных идей. И как раз то, что у вас внутри, оно подсвечивается во снах. То есть, таким образом вы можете еще найти для себя какие-то идеи. И вообще, в общем-то, целое направление в творчестве. Я вот люблю изучать сны. Мне это прямо очень нравится. Этот разворот тоже делался для легендарного клуба. В общем, у меня достаточно много разворотов для него, сделанных вот в это время как раз. А здесь пасхалочка. Пасхалочка из жвачки. Я думаю, вы знаете, что это за жвачка. Вот такая вот тоже памятная штучка, чтобы я вспоминала этот день, как было тогда хорошо. А это акварель. Вполне сносно этот скетчбук перенес акварель. Это, кстати, скетчбук. Ну, я оставлю, как он называется. Но, в целом, я думаю, вы и так поняли, что это за скетчбук. И что он сейчас, конечно, в цене поднялся. Но благо я успела закупиться. И у меня есть несколько экземпляров. Дальше поехали. Собачка. Грустная собачка. Была привязана. И ее, вот честно, ели комары. Это было ужасно. И дабы ей как-то скрасить досуг, я решила ее порисовать и рядом постоять хотя бы. Потому что это была хозяйская собака. Не моя. Я ничего делать не смогла. Лишь только немножко ее поразвлекать. Потому что, ну, тяжело собачке видно. Ну, и в редких случаях, в редких случаях получается вот что-то такое. Ну, это просто милота. Вы просто посмотрите в эти глаза, блин. Просто посмотрите в эти глаза. Это же существо самое доброе на свете. Короче, я назвала этот разворот душа. Это душа, ну, предположим, вот этой девушки, да? Ну, короче, душа. Душа вот такая вот классная, милая. Хоть даже на черного цвета, но на самом деле глаза выдают. А иногда бывают вот такие вот развороты. Я, если честно, не знаю, что тут происходит. В общем, как вы видите, тут котик сидит на небе. Из облака ударяет молния в землю. А на земле стоит человек. И кажется, он этому котику поклоняется. Может быть, котик – это бог. Иногда, знаете, бывает такое вот… Просто ничего неохота рисовать. У тебя просто какие-то рандомные мысли приходят в голову. И ты берешь и зарисовываешь, а потом смотришь, что это такое. Ну, по-своему, это, не знаю, прикольно. В общем, пойдемте дальше смотреть, что там еще есть. А это скетчи по марафону, который у нас проходил летом. Тема была «Кошмары». И мне тогда очень понравилась, конечно, тема. И я сделала вот разворот. Это, кстати, тоже по марафону. Потом это еще акварелью я делала. А это разворот один тоже из красивых, из моих, который мне очень нравится. Здесь достаточно детально сделано. И опять какие-то эксперименты. Я начала использовать тушь. И тушь смешивается с акрилом. Снова очередные скетчи. Это тоже, по-моему, я рисовала на время. И появилась моя подпись в первый раз. Вот я ее придумала, долго думала. У каждого художника должны быть автопортреты. Да, как говорят. Вот здесь, если приглядеться, я стою и рядом овечки. И справа тоже я. Тогда как раз началась пара инктобера. Так что следующие скетчи, это уже по инктоберу. Здесь я, к сожалению, не помню какая тема. Слева точно карта. Справа даже не знаю. Не помню. Здесь вот сразу видно тема массивной. А тут я рисовала акварельными маркерами. И как бы эти маркеры не предназначены для того, чтобы рисовать в обычном блокноте, на обычной бумаге. Но я попробовала здесь достаточно все-таки плотные листы. И вот что получилось. Бумагу почти не повело. Хотя я рисовала с использованием воды. Короче, я сначала здесь рисовала линером. Потом использовала акварельные маркеры. И мне понравился результат. Выглядит достаточно интересно. Можно что-то придумывать с ними. Я изучаю сейчас акварельные маркеры по полной. А здесь можно посмотреть, что бывает, если ты не закрепляешь рисунок. Ну, ничего страшного. Надеюсь, она дотянулась до звезды. Еще иногда я рисую музыкантов. Это солист группы Хим. Кто знает, что это за группа. Короче, была такая группа с очень талантливым вокалистом. Сейчас, подходя к концу скетчбука, можно уже заметить, насколько мой скилл вырос. Какие я стала брать интересные композиции, что-то придумывать. Даже многофигурные все равно подходят. Что-то я пытаюсь искать. Это новогодняя такая иллюстрация получилась. С шариками. Новогодними шариками. И вот здесь уже еще лучше видно, что что-то усложняется. Девушка максимально прорисована. Просто волосы во все стороны. Хорошо видны переходы цвета к тени. Здесь девушка вообще без лица слева нарисована. То есть я не только рисунок усложняю, но я еще стараюсь применять какие-то смыслы. Ну, не знаю, меня это сейчас на данном этапе очень прикалывает. Здесь, кстати, отсылка к одному известному сериалу. Твин Пикс называется. Классный серик вообще. Вот. И здесь, как вы видите, иллюстрация такая уже получается более, я бы сказала, абстрактная. То есть я уже не гонюсь за реализмом. Но в то же время все равно видно, что рисунок построен, что все не просто так из головы. Да. Что все-таки я тут работала, думала. И у меня была идея сделать эту девушку как будто на огонь. То есть подтверждая фразу слева. Огонь, иди за мной. В общем, это такая моя отсылочка к сериалу. Отсылочки я люблю. Итак, в принципе, скетчбук, в общем-то, закончен. Там уже ничего нет. Здесь я нашла маленькую акварель. Эту акварель я рисовала, нашла просто в Пинтересте. Мне понравилось, и я решила сделать копию. Копия тоже как вариант, как можно развивать дальше свои навыки. Итак, вот такой вот скетчбук получился. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите иллюстрации, какие вам больше всего запомнились. Очень интересно, на самом деле, что вас больше всего зацепило. Потому что я-то вижу по-своему скетчбук, а вы видите совсем иначе. И вообще хотелось бы подвести такой, знаете, вывод. Стоит ли заводить скетчбук? Я считаю, да. Я считаю, оно того стоит. Потому что это незаменимый помощник. Там не страшно. С ним не страшно, и можно делать все, что хотите. Потому что раньше я, например, не вела скетчбуки. И я сразу рисовала на чистовике. Потому что, ну а что время терять? Искать там что-то. Но на самом деле... Нет, на самом деле скетчбуки это вещь. Скетчи в них. Это как наши упражнения. Это как наша тренировка перед большой работой. Что я и делаю. Использую его, в общем, по полной. А также это может быть нашим каким-то дневничком. Куда можно оставлять какие-то пасхалочки. Это тоже мне очень нравится тема. Ну и в целом вносить его очень удобно с собой. Так что, в принципе, да. Я скажу скетчбуку да. И также скажу, что спасибо большое вам за просмотр. С вами была Даша. И до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok